Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Снова после выходных мы с вами возвращаемся к старым добрым спекуляциям и будем посвящать основное внимание тем событиям, которые у нас на повестке этих торговых предстоящих пяти дней. Будем обращать преимущественное внимание на американскую статистику, потому что вроде бы как финишная прямая уже у нас под ногами и точнее даже у американского регулятора и она постепенно ведет к самому фактическому решению, касающемуся повышения процентных ставок. Поскольку мы традиционно делаем особый упор на усиление позиций американской валюты, разумеется, нам нужен дополнительный триггер, которым и может в ближайшее время выступить как раз долгожданное решение АФРС. Напоминаю, что сегодня в 16.30 по московскому времени состоится наш традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы пробегаемся по основным ключевым фундаментальным событиям прошлой недели, анализируем то, как они повлияли на рынок и рассматриваем, в принципе, даже подытоживаем, смогут ли они оказать долгосрочное влияние на тот или иной актив. После этого переключаемся на основные события, которые на повестке этой недели и замыкаем этот традиционный вебинар конкретными ориентирами по наиболее ликвидным валютным парам, которых можно придерживаться вкупе с вашим видением рынка. Поэтому, если у вас будет такая возможность, с огромным удовольствием и радостью буду вас сегодня там наблюдать. Вебинары, повторяю, проходят в такой открытой форме, вы можете задавать любые вопросы и обсуждать любую тему прямо в прямом эфире. 16.30 по московскому времени. Также хочу отметить, что в эти выходные состоялось, на мой взгляд, очень серьезное событие, которое касается финансовых рынков, шоу «Фэксворд», оно прошло в Киеве. Я присутствовал там в качестве спикера. Большое спасибо тем, кто смог его посетить. Народу было очень много и приятно создавать также факт географии распространения маркетс, поскольку очень много оказалось наших клиентов базируется в Киеве. Приятно было познакомиться со всеми, кто там присутствовал. Отдельный привет, конечно же, вам. Ну а теперь давайте переходить к нашему традиционному сценарию. Начнем мы с динамики, которую показывал бренд в рамках заключительной торговой сессии прошлой недели. Клосса пятницы 48.82. Сейчас мы видим то, что котировки продолжают снижаться, не так динамично, как хотелось бы. Но то, что актив находится ниже 49, это, конечно же, позитив для тех, кто делает ставку на ослабление товарного сырьевого актива. В частности, торговая сессия пятницы также была закрыта с понижением факторов для ослабления, помимо все-таки четкой, избитой уже с точки зрения анализа, фундаментальной картины, которая в целом указывает на то, что переизбыток на нефть все равно сохраняется. И, собственно, так же, как и сохраняется ключевая проблема для всего рынка энергоресурсов. Баланса между спросом и предложением не видать этому рынку еще как своих ушей. И чем больше проходит времени, тем больше у нас статистики, и тем больше мы подкрепляем собственную позицию того, что наш расчет на сохранение этой проблемы и на понижательное давление для актива в целом он верен. Я надеюсь, что вы прислушиваетесь к тем фактическим доводам, которые я стараюсь вам доносить каждый брифинг, поскольку рынок нефти сейчас представляет большой интерес для всех трейдеров, может быть, даже это тема номер один для отдельных спекулянтов, поэтому мы традиционно прощаем на него больше внимания. И рынок нефти хорошо, что радует нас практически каждый день какой-нибудь дополнительной информацией. В частности, в пятницу, что стала причиной локальной разгрузки? Я хочу верить в то, что нефть корректировалась не только потому, что появились какие-то локальные факторы предпосылки, но то, что рынок все-таки приходит к осознанию того, что ралли был уже чрезмерным, и пора бы спускать с небес на землю этот актив, что, собственно, будем надеяться продолжиться и дальше. В игру также вступили и технические факторы, которые давно уже оказывали на то, что актив перекуплен, надо его также распродавать. Фиксация результатов длинных сделок также привела к обратному откату. Что касается фундаментальной картины, то в пятницу вышли новости, сообщения, точнее, также появились на рынке о том, что в Ливии после боестолкновений, которые привели к оккупированию, блокированию работы основного порта, по-прежнему сейчас, точнее, уже ситуация снова нормализована, порта работает в прежнем режиме, поставки были возобновлены. Это, соответственно, поддержало трейдеров, которые делали ставку на упор переизбытка, поскольку совершенно очевидно, что еще один регион по-прежнему продолжает поставлять на рынок дополнительное сырье. Также в пятницу вышел отчет от Baker Hadjus, который у нас осветительствует о количестве нефтяных платформ в Соединенных Штатах Америки. Цифра 318. О чем она говорит? Она говорит о том, что за прошлую неделю количество нефтяных платформ не изменилось по сравнению с прошлой оценкой. До этого у нас был цикл за 8 недель о снижении, сейчас количество платформ осталось на ближнем уровне. И я думаю, что это как раз и есть тот самый искомый сигнал, которого мы ждали с вами давно. Он указывает на то, что цены на нефть забрались так высоко, что сланцевые производители уже всерьез начинают подумывать о реанимации своего бизнеса. То есть они возвращаются в игру. И если спустя какое-то время мы увидим прирост этих нефтяных платформ, я думаю, что наш расчет был уверен. И мы, в принципе, будем иметь неплохие основания и предпосылки. Готовятся к тому, что и со снижением объемов производства, того, что это станет тренд в рамках Соединенных Штатов Америки, также участники рынка несколько поторопились. Потому что если сланцевое производство, в принципе, на 50 долларов за баррель, это нормальный уровень рентальности. Ну, точнее, это тот ценовый рубеж, при котором можно функционировать. Единственное, что сейчас не очень много денег идет в инвестиции в энергетический сектор. Может быть, это станет причиной не быстрого роста количества платформ, но все-таки эти ожидания остаются. И мы продолжаем делать ставку на то, что и Соединенные Штаты Америки вряд ли поспособствуют тому, что баланс между спросом и предложением будет восстановлен. И в качестве дополнительного момента хочу отметить итоги встречи, которая прошла в это воскресенье, отдельных представителей ОПЕК. В частности, я хочу сослаться на комментарий министра нефти Ирана Джавуди, который отметил, что 2 июня, когда состоится очередная встреча ОПЕК, Иран хоть и будет принимать участие в ней, но не собирается обсуждать вопросы и планы, которые предполагают возможное сокращение объемов производства. Честно говоря, мы с вами знали об этом и раньше. Иран давно уже держится особняком, и мы понимаем то, что Иран, который освободился от санкций, сейчас будет стараться использовать все возможности, разумеется, чтобы разогнать производство до прежних уровней, хотя прежние уровни были 4 миллиона баррелей в сутки. А вот с некоторых пор рынок дает нам все основания готовиться к тому, что новая цифра будет уже на отметке 4,5 миллиона. В частности, министр нефти Ирана четко дал понять, что до тех пор, пока производство не доберется до этой планки, Иран не будет поддерживать никакие инициативы, которые предполагают заморозку и уж тем более снижение объемов производства, потому что это было бы глупо. Они долго ждали такой возможности и, соответственно, сейчас не будут ее упускать. Также очень важный момент, опять же, с учетом сноски на комментарии министров нефти Ирана, стоит отметить то, что из Ирана постоянно растут объемы экспорта. Это значит то, что они очень успешно договариваются со своими потенциальными партнерами. И лично для меня загадка, конечно, сейчас, какие условия предлагает Иран. Потому что знаю, что Саудовская Аравия, которая, в принципе, всегда традиционно боролась за собственную долю, уже предложила, наверное, максимальный дисконт, на который только можно было пойти. Но судя по тому, что Иран уже поставляет в качестве экспорта 2 миллиона баррелей нефти в сутки и планирует до конца июня разогнать этот показатель до 2,2, видимо, там условия совсем шоколадные. Поэтому с допроизводством здесь со стороны Ирана сомневаться ни в коем случае не стоит. Я думаю, что как только мы вернемся с вами к оценке объективной картины и к актуальной статистике, у нас будут цифры, которые позволят нам еще больше нагрузить предложения. Поэтому, замыкая оценку ситуацию на рынке энергоресурсов, у нас проблема. Прежняя. Видим избыточные ралли и надеемся на то, что сейчас медведи должны навалиться на этот актив, чтобы опустить его ниже 45 долларов за баррель. Пока на эту поддержку, соответственно, и оставим. Российская валюта 66,58. Сейчас совершенно очевидно, можно уже говорить пустфактом, 65 является просто железобетонной поддержкой, преодолеть которую рублю очень трудно, точнее доллару. Что касается тех ожиданий, которые мы имеем в отношении российской валюты, здесь стоит отметить, что ралли, которая недавно состоялась по нефти, и которая завела актив практически до 50 долларов за баррель, имела, по идее, все предпосылки, исходя из корреляционной связи, для того, чтобы поспособствовать укреплению рубля до отметки 63, может быть, даже еще ниже. Но максимум, на что смог, скажем, пойти рубль, это окрепнуть до отметки 64, а потом очень быстро пошел откат. Это говорит о том, что на рынке очень много сейчас тех трейдеров, которые предпочитают покупать именно иностранную валюту. На рынке четко действует позиция, что в случае пробоя поддержки 65, в игру могут вступить интервенции Центрального банка России, который поспешит или просто возобновит покупки для пополнения золота валютных резервов. И эти риски вполне того, что если они действительно будут анонсированы, произойдут, и рынок об этом узнает, это может очень быстро девальвировать курсы рубля, что в целом спекулянтам, тем более тем, кто делает ставку на косочный трейдинг, совершенно не нужно. Поэтому, как только пара приближается к отметке 65, мы видим то, что ралли быстро ограничивает потенциал своего хода, сохраняется консолидация, и трейдеры, в принципе, используют эти значения для того, чтобы занять длинные сделки уже, делая ставку на американца против рубля. Я надеюсь, что точно такой же логикой придерживались и вы, потому что когда пара находилась на отметке 65, я вам рекомендовал покупки. Сейчас мы находимся уже на уровне 66,58. Если коррекция по нефти продолжится и дальше, значит рубль пойдет к отметке 68,70. То есть, те ориентиры, которыми мы руководствовались ранее, держатся. Европейская валюта против доллара 1,1223. Консолидация рядом с поддержкой 1,12 продолжается. Совершенно очевидно, сейчас евро нуждается в дополнительном стимуле, который должен указать на дальнейшие горизонты, к которым может начать стремиться эта валютная пара и, прежде всего, этот актив. Мы придерживаемся прежнего медвежьего взгляда. И, судя по позициям многих инвестиционных банков, сейчас нужно постараться, чтобы найти повод, который можно оправдать локальные обычаи ранее. Поэтому я, пока идет такая коррекция, не позволяю себе сделать выпад в сторону возможного вероятного роста. И по-прежнему рекомендую вам ждать поддержку на отметке 1,10. Фундаментальная картина за последнюю торговую сессию ничуть не изменилась. Единственное, что мы получили в пятницу данные по индексу цен производителей Германии, который указал на спад этого индикатора в месячном выражении до 3,1%. Это очень низкое значение, которое готовит к тому, что риски дефляции продолжат разворачиваться в рамках Германии. И мы будем наблюдать отрицательные значения по инфляции и этапу. По еврозоне в целом это уже происходит. Минус 0,2%, которые были подтверждены уже окончательной оценкой. Это тот индикатор, который не будет пересмотрен. И это серьезная проблема, которая позволяет нам надеяться на то, что ЕЦБ также вмешается в ситуацию. И может быть, хотя бы через заявление о возможности снижения процентной ставки сейчас поспособствует локальному ослаблению евро. Потому что только слабая валюта сейчас может повлиять на потребительскую активность и хоть как-то попробовать решить проблему с низкими значениями по инфляции. На этой неделе мы преимущественно будем фокусироваться на американской статистике и понимаем то, что будучи доллар оппонентом евро, станет, может быть, одним из определяющих триггеров в рамках этой пятидневки. Статистики будет очень много. В ВВП заказы на товары длительного пользования ждем позитива и там, и там. И, соответственно, ждем роста на доллар. Соответственно, как только мы получим еще один сильный макроэкономический отчет, мы подтвердим нашу верную оценку и подтвердим верно полученные сигналы от протокола ФРС, то, что американский регулятор находится уже на пути к повышению процентной ставки, которой мы можем дождаться уже в июне. Соответственно, возвращаю вас к тому, что от того, что я сказал, отталкиваясь как от фундамента по ЕЦБ у нас новые стимулы и возможности дополнительного смягчения экономической политики, по ФРС у нас совершенно очевидное потенциальное ужесточение. Поэтому главная идея сохраняет свою актуальность, контраст. На него и нужно делать в плане трейдинга по евро-доллару. И я думаю, что он будет располагать в пользу дальнейшего ослабления евро. Цель 1.10. Фунт против доллара 1.45.06 котировки, которые я отметил буквально перед брифингом. Фунт за торговую сессию пятницы неплохо ослаб. Да и в принципе, если говорить о потере их с локального хая, которые были достигнуты на прошлой неделе, это 1.46.60 с небольшим. Больше 150 пунктов коррекция. Фунт рискует продолжить снижаться и дальше. Я думаю, что не нужно объяснять, с чем это связано, потому что последние две недели мы буквально каждый день говорим о новом отчете, новой статистике, которая указывает на то, что фунт является аутсайдером. Но единственное, что в игру вмешались общественные настроения по поводу предстоящих итогов Брекзита, то есть референдум, который состоится уже практически в конце июня. Ну, совсем скоро. Долго мы ждали и постепенно подходим к этому событию. 55% респондентов считают то, что вероятность сохранения Англии в составе ЕС куда выше. Соответственно, чуть больше 30% выступают за выход Англии из Европейского интеграционного союза. Есть еще позиции нейтралитета, которая может снова вмешаться в эту картину и изменить расстановку сил, то есть баланса потенциальной позиции. И поэтому для нас риски, как для тех трейдеров, которые внимательно следят за таким серьезным новостным фоном, сохраняются. Мы прекрасно понимаем то, что настроения могут очень быстро измениться, в том числе и до самого референдума. Поэтому, если позитив от возможного перевеса в сторону того, что Англия должна остаться в составе ЕС оказался таким существенным, я думаю, что и реакция на потенциальный негатив будет не менее выраженной. Не вижу абсолютно никакой возможности сейчас для усиления позиции британской валюты. Может быть, стоило надеяться еще на хотя бы какой-то рост по индексу потребительских цен, чтобы оправдать возможность скорого повышения процентной ставки. Но вы помните, что на прошлой неделе индекс потребительских цен в Англии снизился до 0,3%. Месячный показатель оказался на нулевой территории. И Банк Англии ясно дал понять, что до конца 2017 года повышения процентной ставки не будет. Ну, может быть, в качестве альтернативного сценария стоит допустить выход Англии из состава ЕС, если это произойдет, фунт окажется под серьезным давлением. И чтобы исправить ситуацию и, в принципе, остановить рост инфляции, Банк Англии может пойти на повышение процентной ставки. Но прежде чем руководствоваться таким сценарием, нам нужно получить итоги предстоящего референдума и понятие, как, в принципе, действовать дальше. Давайте это просто держать по запасу в качестве альтернативного сценария. Но основной – это снижение фунта и снижение вплоть до отметки сначала 1,43, а потом и 40. Впрочем, как и ранее. Доллар японская иена 109,84. Здесь также отметка 110 держится. Так же, как и в отношении евро, нужен дополнительный стимул, триггер для того, чтобы усилить позиции доллара и, может быть, повысить шансы ФРС на решительность в ходе июньского заседания. В пятницу у нас вышли данные по рынку недвижимости в США. Отчет снова хороший, который указал на прирост больше, чем на 1,7% новых домов. Я уверен, что такая позитивная динамика на рынке недвижимости связана еще и с тем, что потребители ожидают повышения процентных оставок. Значит, сейчас как раз взять эту же самую ипотеку выгоднее, чем могут возникнуть условия, которые будут созданы из-за решения ФРС, скажем, через месяц, ну, либо до конца 2016 года уж точно. Поэтому рынок недвижимости и дальше будет расти, это еще одна поддержка для американской экономики. Восстановление продолжается совершенно очевидно. Мы слышали об этом еще, исходя из позиции Розенгана, Лейкера, Дадли. В частности, Лейкер вообще анонсирует четырехкратное повышение процентной ставки Дадли. Считают то, что последняя статистика по роничным продажам, это и есть тот самый ключевой триггер для дальнейшего роста показателя ВВП. То есть, у нас очень много голосующих членов, которые уже будут голосовать за повышение ставки даже в июне. Может быть, их позиция повлияет на решение Джанет Херен, которая также сменит гнев на милость и, соответственно, откажется от мягких ожиданий и мягкой риторики и приключится на более жесткий подтекст. Нам нужно повышение процентной ставки и полагаю то, что в июне мы вполне можем дождаться и такого решения. Все возможно, учитывая то, что буквально две недели назад вероятность повышения ставки в июне расценивалась в 0%, сейчас это уже около 40%. В ВВП заказы на товары длительного пользования этой недели два серьезнейших отчета, которые могут разогнать этот процентный эквивалент и приблизить нас, может быть, даже к отметке 50, а, глядишь, и даже выше 50 уйдем. То есть вероятность будет только расти. Значит, у трейдеров есть возможности для того, чтобы дальше покупать доллар и против рисковых инструментов это, возможно, будут самые лучшие сделки. По июне мы с вами идем на следующее сопротивление, которое находится на отметке 112. Уверен, мы до него можем добраться. Кто знает, может быть, уже до конца этой недели. Хотел еще пару слов сказать про пару USDCAD, потому что в последнее время о ней очень много говорят. Сейчас в котировке 1.31.18 видим то, что пара сохраняет потенциал для дальнейшего роста. Все, что происходило на прошлой неделе, касающееся Банка Канады и канадской экономики, стоит их характеризовать как серьезное опасение за текущую ситуацию на рынке энергоресурсов. Более того, хочу отметить то, что Банк Канады считает, что ралли бычья, которое мы наблюдали по нефти, уже завершено. И вот этот локальный откат, который сейчас идет, может переродиться в самый настоящий, прежний коррекционный тренд, который вернет актив ниже 40 долларов за баррель. Канада, в принципе, ориентируется на подобный исход. Вот, в принципе, можно отметить то, что для канадской экономики сейчас очень важное значение имеет слабая валюта. Есть два сценария. Это дождаться ослабления нефти, что, в принципе, спровоцирует девальвацию национальной валюты. Дождаться повышения процентной ставки в рамках ФРС. Сила доллара, соответственно, также ослабит канадскую валюту. Но если не произойдет ни первого, ни второго, значит, Банк Канады основа снизит процентную ставку и основание для этого есть. В частности, отчет по роничным продажам, который вышел в пятницу, указал на спад в месячном выражении на 1% против прошлого роста на 0,6%. И, может быть, даже еще важнее, индекс потребительских цен в месячном выражении также снижается 0,3% прироста с прошлого 0,6%. Есть возможность для действий и исходя из отношения к показателю по инфляции. Банк Канады может снизить процентную ставку. Мы об этом знаем. На этой неделе в среду состоится заседание, где, конечно же, вряд ли произойдет каких-то изменений. Потому что, если мы и услышим о снижении процентной ставки, это только будет после следующего заседания ФРС. Но все равно комментарии, уверен, будут интересными, поскольку они в очередной раз укажут на то, что канадская экономика очень плохо завершила первый квартал. И, судя по всему, также плохо завершит и второй. В этом мы поищем сигналы дальнейшей решительности для слабости, опять же, канадской валюты. И, может быть, получим еще один триггер, чтобы пойти с парой USDCAD уже выше 1,32 к нашей заветной цели 1,35. Не отказывайтесь от длинной сделки по доллару против канадца. По другим валютным парам все без изменений. USDCAD 0,9877. До паритета немного осталось. Уже тех, кто присоединился к этой сделке в хорошем профите. Но, уверяю вас, профит будет еще больше. Надо подождать. Австралийц против доллара 0,7240 и новозеландская валюта против доллара 0,6794. А цели остаются прежними 0,70 и 0,65. Все без изменений. Из важных событий сегодняшнего дня стоит отметить данные по PMI, индексу делово-активностей в производственном секторе по версии Market. Сначала в 10.30, буквально через 40 минут, Германия. Потом PMI и еврозоны спустя полчаса в 11.00. В 15.30 состоится выступление представителя ФРСа Уильямса, который на прошлой неделе сообщил о том, что готов проголосовать за повышение процентной ставки. И, в принципе, видит для этого все условия, которые созданы на рынке. Если дополнительные позитивные комплименты и комментарии на рынке появятся сегодня, у доллара будет еще одна возможность для роста. И в 16.45 индекс PMI деловой активности по версии Market уже в США. Не такая крутая статистика, как по версии ISM. Но все равно я уже отмечал, что сейчас мы будем следить за любой статистикой, потому что любая статистика сейчас будет придавать вероятности повышения ставки мало-помалу. Там может быть процент, может быть чуть больше. То есть следим за любым фоном и ищем поддержки для нашей длинной идеи. Также хочу отметить, что сегодня я продолжаю инициативу, связанную с раздачей бонусов на пополнение. Сегодня величина бонуса 15%. Что касается кодового слова индекса, действует этот бонус до следующего брифинга. Большое спасибо за внимание. Удачной вам торговой сессии, собственно, как и всей недели. И не забывайте, что сегодня в 16.30 состоится вебинар. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...